Здравствуйте, это программа Дефакто в студии Дмитрия Нечаев. Мы ознакомим вас с рядом не без интересных и актуальных фактов, а выводы вы, как обычно, сделаете сами. В наших программах мы обсуждаем самые разные, но всегда очень важные темы, имеющие прямое отношение к жизни нашего с вами общества. Вот, например, в прошлой программе шла речь об экономике, перспективах развития региона, уровня жизни тверичан, программах социальной поддержки, путях выхода из кризиса. Казалось бы, что может быть актуальнее? Однако есть одна тема, которая вполне может претендовать на лидирующую позицию в списке самых важных – это демография. Великие ученые Монтескье, Ломоносов, Менделеев и многие другие в разное время настойчиво доказывали одну мысль – жизнеспособность и развитие государства тесно связаны с устойчивым демографическим развитием, гарантирующим обществу воспроизводства человеческих поколений. И время лишь подтвердило справедливость и дальновидность утверждений гениальных ученых. Демографические проблемы в число самых значимых ставят и нынешние представители науки и властей всех уровней. И в этой связи хочется вспомнить ряд выступлений губернатора Тверской области Игоря Руденя, когда он, ставя задачи региональным чиновникам по модернизации экономики, развитию ее секторов, очерчивая планы по созданию новых инфраструктурных объектов, неоднократно подчеркивал, что все это имеет смысл только в том случае, если будут преодолены негативные тенденции в демографической ситуации. Иначе все эти усилия будут тщетными, так как их плодами попросту в итоге некому будет пользоваться. Именно поэтому вопросам демографии как в региональной, так и в федеральной повестке уделяется первостепенное внимание. По словам главы региона, состояние дел в этой сфере можно считать мерилом эффективности деятельности органов власти. Коллеги, это ни для кого не секрет, что мы сегодня основной задачей, основным фактором, показателем эффективности работы правительства ставим вопрос демографии, который состоит из двух частей для нас. Это вопрос рождаемости, это очень важно. И, конечно же, второй аспект нашей общей работы – это миграционная политика. Нужно понимать, что демографический спад начался, что называется, не вчера, и причин у него целая масса. Подобные проблемы уже не один десяток лет испытывает не только наш регион и, более того, не только наше государство. Даже многие весьма экономически успешные страны, тем не менее, не могут радикально преодолеть спад рождаемости. В сегодняшней программе мы расскажем о том, какие факторы в нашей стране привели к очень сложной и глубокой демографической проблеме, и какие меры предпринимаются федеральными и региональными органами власти для выхода из этого кризиса. А сейчас давайте посмотрим, какие вызовы ставит перед нами время, какова нынешняя демографическая обстановка в России и в Тверской области, и что нужно делать для преодоления негативных тенденций. Но вначале несколько слов об истории вопроса. В новейшей российской истории началом резкого снижения численности населения страны можно считать 90-е годы. Именно с их началом впервые за послевоенное время смертность в нашей стране в полтора раза превысила рождаемость. К концу 90-х годов в темпы естественной убыли населения в отдельные годы превысили уже 900 тысяч человек. Вот так охарактеризовал ситуацию того времени, заступивший на свой первый президентский срок Владимир Путин. Нас, граждан России, из года в год становится все меньше и меньше. Уже несколько лет численность населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек. И если верить прогнозам, уже через 15 лет россиян может стать меньше на 22 миллиона человек. Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Сегодня демографическая ситуация одна из тревожных. Это явление ежегодного превышения количества умерших над количеством родившихся, наблюдаемое в результате падения рождаемости и роста смертности, характерных для населения России в 90-х годах, получило название «Русский крест». По мнению демографов, рост смертности в 90-е годы вызван в частности статистическими причинами. На 70-е и 80-е годы пришлось окончание жизни людей призывного возраста. В 1941-45-е годы многие из которых погибли во время войны и, соответственно, не умерли в 70-е и 80-е годы, в то время как в 90-е годы умирало более многочисленное поколение предпризывного возраста. Особенно велика была смертность среди российских мужчин, средняя продолжительность жизни которых равнялась 61 году. Средняя продолжительность жизни женщин за этот же период составила почти 74 года. Однако с 2004 года в демографическую ситуацию существенный вклад стала вносить новая тенденция. Начался устойчивый рост миграционного притока в Россию, достигшего в 2009 году 247 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, и снижение численности населения на несколько лет прекратилось. Но теперь даже этот источник пополнения численности населения не позволяет обеспечить положительную динамику, и суммарный коэффициент рождаемости снизился до полутора новорожденных. Тогда как для простого сохранения имеющейся численности населения он должен составлять как минимум 2,2 детей на одну женщину. Так что на данный момент количество новорожденных примерно в два раза меньше, чем количество умерших соотечественников. И, к сожалению, Тверская область в пятерке лидеров по этим негативным показателям. Есть такое показатель, что число родившихся на тысячу населения и число умерших на тысячу населения. Так вот эти вот показатели расходятся. У нас количество родившихся уменьшается, а количество умерших увеличивается. Есть научное название этому процессу – депопуляции, если по-простому – вымирание. Этот процесс в России принял устойчивый и затяжной характер. Еще в 2006 году на заседании Совбеза президент России Владимир Путин касательно демографической ситуации в России отмечал следующее. Критическое сокращение народа населения страны с 1993 года приобрело устойчивый характер. Фактически мы стоим сейчас у кризисной черты. За последние 13 лет число умерших граждан России превысило число родившихся на 11,2 миллиона человек. Если ничего не делать, к концу 21 века население России уменьшится вдвое, предостерегал президент. И пока, несмотря на немалые усилия в области соцполитики, этот драматический процесс повернуть вспять не удается. Тверская область последние десятилетия имеет устойчивую тенденцию к сокращению. По данным Тверстата, за период с 1959 года до нашего времени население региона сократилось более чем на полмиллиона человек. Это условно равно исчезновению населения современных города Твери, Конаковского и Калязинского районов вместе взятых. По данным доклада Уполномоченного по правам человека в Тверской области, снижение численности населения наблюдается во всех муниципалитетах региона, кроме, пожалуй, самой Твери. В одном из выпусков нашей программы «Де-факто» мы уже говорили о тревожной тенденции, обозначившейся в демографической обстановке нашего региона, когда показатель уровня смертности в Тверской области существенно превышает среднероссийский. И вот по прошествии почти четырех лет можно констатировать, что эта ситуация в целом не улучшилась. О причинах этого в следующем сюжете нашей программы. По данным за прошедший год среди регионов России, Тверская область по уровню смертности находится на печальном третьем месте после Псковской и Новгородской областей. А по рождаемости занимает лишь 65-66 место в России. Показатель убыли населения в Тверской области на 1 января 2019 года составил 2,69%. На начало текущего года в регионе насчитали всего 1,269,000 жителей. Для сравнения, в 1913 году численность населения Тверской губернии составляла более 2,349,000 человек. Получается, что за 100 лет регион потерял более миллиона жителей, сократив численность населения почти вдвое. И этот процесс пока неумолимо продолжается. За период 2016-2018 года население в регионе стало меньше на 35 090 человек. Тверская область сегодня в шестерке регионов с самой большой убылью населения. Компенсировать эти потери ростом рождаемости тоже не получается. Мы плотно обосновались среди регионов самыми низкими показателями деторождения. Сами тверичи, согласно данным из доклада уполномоченного по правам человека по Тверской области и опросам населения, главными причинами спада рождаемости назвали Низкий денежный доход семей 75% от числа опрошенных, отсутствие жилищных условий 58%, проблемы с занятостью 48%. Кроме этого упоминались и проблемы с бесплатной медпомощью, недостаточная поддержка со стороны государства. Опросы населения показывают, что это действительно так. Скажите, пожалуйста, а сколько у вас детей? Один. А хотели бы, может быть, еще одного завести? Да, возможно, хотела бы. А что сейчас, допустим, мешает это сделать? Ну, в первую очередь, конечно, финансовые возможности. Ребенка достаточно сложно воспитывать, и для нормального его воспитания необходимо большое вливание денежных средств. Населению не хватает, я думаю, что достойной заработной платы, вот, это основное, наверное. Помощь от государства необходима. Сегодня это дорогостоящее удовольствие воспитание детей. Мы знаем, что уровень жизни, в общем-то, не так прогрессирует, а услуги медицинские, образование, доп. образование требуют больших вложений и большой ответственности родителей. Демографы еще в начале 2000-х не раз предупреждали о надвигающемся новом кризисе рождаемости в стране, который при неблагоприятном развитии ситуации мог стать сопоставимым с провалом 90-х. Ведь не только демографические тенденции влияют на число рождений, но и экономические. Прежде всего, снижение благосостояния граждан. Да, государство вводит все новые и новые меры поддержки, о них мы еще расскажем в нашей программе. Но уже даже в Минтруде признают, что нужны дополнительные меры. Так как пока показатель родившихся в России снижается год от года. В последние годы демографические проблемы вышли на первый план в повестке социально-экономического развития России. Они приобрели устойчивый негативный характер, имеющий долгосрочные последствия. Для преодоления снижения численности населения необходимо разобраться в главных причинах этого явления. И на данный момент можно выделить два основных фактора, негативно влияющих на репродуктивную динамику. Первый фактор, очевидный, это колебания по синусоиде, связанные с количеством граждан, родившихся в тот или иной период. Так сейчас у нас наблюдается снижение численности женщин в активном детородном возрасте от 20 до 29 лет. В жизнь выходит малочисленное поколение периода демографической ямы. Самое дно порождаемости у нас было в 1999 году, поэтому тенденция к ее снижению продолжится до середины 2020-х годов. И сейчас мы в этом отношении, что называется, по-прежнему летим под откос. Второй фактор пока скорее гипотетический. Похоже, в стране началось снижение суммарного коэффициента рождаемости. Сокращается число детей, которых рожают женщины. Две трети семей в России имеют одного ребенка, одна треть семей — двух и более детей. И лишь 6% семей — трое и более детей. А для выхода из демографического кризиса в российских семьях должно быть в среднем не менее трех детей. Мы провели опрос на улицах Твери, и абсолютное большинство респондентов действительно оказались членами молодетных семей. Скажите, пожалуйста, а сколько у вас детей? Один. А скажите, хотели бы еще одного, может быть, завести? Да, конечно. Скажите, а сколько у вас детей? Один. А хотели бы еще, может быть, одного завести? Не, может быть, одного. Скажите, пожалуйста, у вас есть внуки? Нет. А по какой причине? Ну, потому что детей нету. Скажите, пожалуйста, у вас есть внуки? Нет, конечно. А почему у вас внуки? Ну, не получается никак. У дочери какие-то проблемы. Впрочем, эта тенденция свойственна всем развитым странам, даже лидерам по уровню жизни. Например, в Японии, где самая высокая продолжительность жизни развивается медицина и экономика, численность населения хоть не такими темпами, как в России, но сокращается из-за спада рождаемости. Что же касается нашей страны, то, видимо, мы действительно наблюдаем последствия экономического кризиса. Потому что при прочих равных условиях экономический спад, а также серьезные проблемы в системе здравоохранения и в социально-экономической сфере, это серьезные факторы, которые приводят к уменьшению рождаемости. При этом естественное убыль населения России по итогам 2018 года составила 218,4 тысяч человек, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 62%, то есть на 84 тысячи человек. А миграционный приток населения в Россию в 2018 году был самым низким за всю постсоветскую историю страны и составил только 125 тысяч человек. В результате на 1 января 2019 года в России проживали лишь 146 миллионов 700 тысяч человек, что меньше, чем годом ранее. Снижение коэффициента рождаемости, увы, продемонстрировали практически все регионы России. И без того непростая ситуация осложняется тем, что в современном мире появляются новые тенденции и факторы, разрушительно влияющие на прирост населения. Таковым, к примеру, стал кризис института семьи. По данным Росстата, за минувший год в России существенно упало число официально регистрируемых отношений. Число браков на тысячу жителей в России в 2018 году составило 6,2. Это минимальный уровень с начала века. Давайте посмотрим, какие еще препятствия стоят на пути гименея. Демографы давно заметили, что на общий коэффициент брачности очень сильно влияет возрастная структура населения. Например, сейчас браки заключаются только среди малочисленных поколений, родившихся в 90-е годы. Поэтому неудивительно, что общий коэффициент брачности снижается. И эта тенденция сохранится и в ближайшие годы. В то же время положительные тенденции последних лет можно назвать снижение числа зарегистрированных разводов. Общий коэффициент разводимости сократился до 4 разводов на 1000. Это минимальное значение показателя с 1990 года. Правда, даже те браки, которые все же состоялись, заметно отличаются от тех союзов, что заключались лет 50 назад. Дело в том, что, во-первых, в России растет число нуклеарных семей, где взрослые и их дети живут отдельно от других родственников и традиционно в таких семьях заводят меньше детей. Во-вторых, брачные союзы становятся менее долговечными, чем те, что когда-то заключались в патриархальных семьях, и растет число семей с одним родителем. Кроме того, в наше время каждый третий ребенок рождается и вовсе вне брака. И, наконец, в мире наметились тенденции к бессемейной организации жизни, к удобному и необременительному одиночно-холотятскому существованию, к стокгольмской модели. И это, в свою очередь, ведет к резкому изменению всего строя жизни, систем ценностей, ослаблению отцовства и материнства, сплоченности родителей и детей, дезорганизации системы родства. Кроме того, растет число приверженцев сравнительно новых для России течений, типа child-free, что переводится как «свободные от детей». Конечно, эти инородные тенденции поразили пока не всех. Что посоветуете людям, которые без детей, без внуков сейчас популярны, child-free, так называемое течение? Вы знаете, я с колхоза, я даже не знаю, что такое child-free. Однако молодежь проявляет интерес ко всему новому, и этому способствует современная возможность осознанно выбрать бездетность. И, как показывают опросы, у движения child-free есть перспективы. Вы слышали что-нибудь о движении child-free? Ну да. Скажите, пожалуйста, сами готовы были бы в будущем отказаться от рождения детей в пользу других перспектив, карьеры? Да. Скажите, а вы знаете, что такое движение child-free? Да, конечно. Как вы к этому относитесь? Я весьма положительно, естественно. И действительно, материнство и отцовство в конце 20 века стало правом, а не обязанностью. И некоторые женщины и мужчины начали выбирать свободную от детей жизнь. А ведь кто-то еще помнит, что в 40-е годы в СССР брали налог из бездетных мужчин в возрасте 20-60 лет и женщин в возрасте до 45 лет. Но сегодня, как видим, в тренде другие установки и дальнейшие перспективы развития общества с подобными устоями, понятное дело, туманны и тревожны. И хотя эта проблема возникла не сегодня, она со временем лишь нарастает. Многие помнят, как почти полвека назад ее уже обозначали в своем творчестве знаменитые в 70-е годы Верасы. Что же будет на земле через сто ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет? К снижению численности населения приводят также и многочисленные факторы, представляющие реальные угрозы для здоровья, которые зачастую приводят к летальному исходу. На первом месте спиртное. К примеру, в 93-м 2006 годах ежегодно в России от алкогольных отравлений умирало около 40 тысяч человек. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Это же, по сути, население целого небольшого города. Впрочем, главный вклад в алкогольная смертность вносит не через алкогольное отравление, а через сердечно-сосудистые заболевания и смертность от внешних причин. В результате этого преждевременно умирают сотни тысяч россиян. Вторым по смертности и фактор медики называют табакокурение. Например, 45% случаев смерти от заболевания органов дыхания вызвано курением табака. И по оценкам экспертов, ежегодная смертность от болезней, связанных с курением, составляет до 40 тысяч человек в год. Есть иные, довольно существенные причины, вносящие свою печальную лепту, в процесс депопуляции. Это и высокий уровень насилия, и ДТП, плохая экологическая обстановка. И рост заболеваемости, и смертности от ВИЧ. Всего от этого заболевания в России скончалось уже четверть миллиона человек. К сожалению, отмечается и рост наркозависимых. Еще одной большой проблемой по-прежнему остаются аборты. Хотя здесь наметилась позитивная динамика, о чем недавно заявил региональный министр здравоохранения Максим Максимов. За счет реализации программы по снижению числа абортов, доля абортов общего числа беременности в Тверской области за 6 лет снизилась на 12%. От 40% в 2013 году до 28% в 2018 году, что ежегодно позволило сохранять около 300 детских жизней. И мы видим, что за 6 лет доля снижается. Если в 2013 году было 30,9 абортов на 1000 женщин, то в 2018 году уменьшение в 2 раза 15,7 абортов на 1000 женщин. Аналогичная позитивная динамика по снижению числа абортов прослеживается по всей России. Так, за 15 лет их число сократилось в 2,5 раза. Но оптимизм понижает то, что суммарный коэффициент рождаемости снизился из-за активного замещения абортов планированием семьи, что привело к уменьшению количества рождений, а семьи с тремя и более детьми сделало редкостью. И, наконец, еще одной причиной сокращения численности населения, увы, нередко является добровольный уход жизни, причем часто вполне физически здоровых молодых людей. Об этом недавно сообщила в своем докладе уполномоченная по правам человека в Тверской области Надежда Егорова. В минувшем году в Тверской области выросло количество попыток суицидов среди несовершеннолетних. По данным статистики, в 2017 году спасти от смерти удалось 67 подростков, а в 2018 лишь 44. В начале программы мы приводили слова главы нашего региона Игоря Рудени, который подчеркнул, что властным структурам следует сосредоточиться на создании условий, которые позволят восстановить численность населения. В противном случае в обозримой перспективе все усилия по развитию экономики и обустройству социальной сферы попросту утрачивают смысл. С этим трудно не согласиться, ведь это все равно, что строить дом, в котором некому будет жить. Однако процесс депопуляции скрывает в себе и еще целый ряд угроз, способных осложнить и без того непростую ситуацию. Что еще необходимо учитывать и чем может аукнуться критический спад численности населения в нашем следующем сюжете. По мнению российского демографа профессора МГУ Анатолия Антонова, к 2050 году в России будет жить лишь 70 миллионов человек. А известный демограф Владимир Борисов предупреждает, что это может привести к исчезновению России из уменьшения численности населения или ее присоединению к другой стране, постарение совокупной рабочей силы в стране и как следствие дальнейшее повышение пенсионного возраста, нехватка трудовых ресурсов и призывного контингента, как следствие снижения обороноспособности. Снижение рождаемости приводит в будущем к уменьшению численности трудоспособного населения, однако численность трудоспособного населения уменьшается быстрее общей численности населения. К 2025 году, по некоторым прогнозам, в России будет острый дефицит трудовых ресурсов. Трудоспособное население России к 2020 году сократится на 7-8 миллионов, а к 2050 более чем на 26 миллионов. При этом быстрое повышение рождаемости за короткий промежуток времени трудновыполнимо по экономическим причинам. Резко увеличиваются социальные расходы на подрастающее поколение, которое только в будущем будет приносить отдачу. Новые проблемы могут появиться и в пенсионной сфере. В связи с демографическими трансформациями рождаемость людей резко понизилась, а продолжительность жизни возросла, поэтому могут возникнуть функциональные проблемы пенсионного обеспечения, поскольку на каждого работающего приходится все больше пенсионеров. Одним из стратегических рисков России является кризис призывной системы вследствие низкой рождаемости. Это вызывает сокращение мобилизационных ресурсов вооруженных сил. Особенно чувствительны проблемы депопуляции на российском Дальнем Востоке. Он занимает 36% территории страны, но проживает там всего 4,5% населения страны. Для сравнения, численность населения только северо-восточного Китая составляет примерно 120 миллионов, а в Японии — 130,4 миллиона человек. Природа, как известно, не терпит пустоты, и освободившиеся земли рано или поздно заселят другие народы. Это, видимо, лишь вопрос времени. Говоря о проблемах демографии, необходимо упомянуть и еще об одном моменте. Дело в том, что само по себе только лишь наращивание численности населения всех проблем не решает, а даже наоборот порождает новые. Увеличение рождаемости без создания высоко квалифицированных и высоко оплачиваемых рабочих мест увеличивает риск падения благосостояния населения. Несмотря на официально низкую безработицу и наличие свободных вакансий, например, в производственном секторе, уровень зарплат там остается низким. Важным фактором в российской безработице является сужение сферы высококвалифицированного труда с достойным уровнем оплаты. Более 70% работников российских промышленных предприятий получают зарплату ниже средней по России, и рост вакансий происходит в основном среди низкоквалифицированных работников. Основная причина появления свободных вакансий – низкая привлекательность труда и низкий уровень оплаты в технологически отсталых секторах экономики, что, в свою очередь, нередко приводит к формированию нишевых этнических кластеров экономики, например, в строительном бизнесе, что даже нашло отражение в юмористических сериалах. Раскривушка! Джамшут, спать! А, это раскладушка, что ли? Да! Ну, писали бы раскладушка! Да, писали бы раскривушка! Кстати, и демографические процессы в разных этнических группах протекают по-разному. Так, депопуляция в нашей стране затрагивает русский народ в большей степени, чем другие. По наблюдениям демографов, до 2025 года примерно 90% убыли населения в России будет приходиться на русских. С учетом этого, к 2050 году доля русских в России будет составлять всего лишь 46,5%. Давайте посмотрим, на чем основываются эти прогнозы. С 2015 года при общем росте населения в России во всех краях населенных преимущественно русскими наблюдался отрицательный естественный прирост. В Псковской минус 7,2%, в Тульской минус 6,6%, в Тверской минус 6,5% и ряде других областей. В русских регионах самая низкая рождаемость, а самая высокая в национальных республиках Кавказа, Тыве, Алтае, Якутии, Бурятии. При этнической диспропорции более 20%, вероятно, появление замкнутых этнических групп, ассимиляция которых затрудняется, что влечет к обострению межнациональных конфликтов. Кроме того, по мнению ученых, при численности населения России в 65-75 миллионов может начаться распад страны и обособление национальных автономий. Первыми в группе риска Сибирь и Дальний Восток. Впрочем, на эту проблему имеется иная точка зрения. Например, известный демограф и экономист Анатолий Вишневский называет это естественным сокращением численности населения и утверждает, что это даже полезно в плане снижения нагрузки на окружающую среду. Но, как говорил известный английский комик Бенни Хилл, в пользу регулирования рождаемости, как правило, выступают те, кто уже родился. И вот, несмотря на разные, подчас довольно экзотические точки зрения на проблемы депопуляции, абсолютное большинство ученых относит этот процесс к негативным. Так еще в 2015 году группа отечественных ученых из МГУ, Высшей школы экономики, Академии народного хозяйства и госслужбы подготовила доклад, озаглавив его так. Надвигающаяся демографическая катастрофа в России и как ее предотвратить? В этом докладе говорилось, что Россия вступает в затяжной финансово-экономический кризис, последствия которого малопредсказуемы, но в любом случае окажут негативное влияние на социально-демографические показатели в стране. И наша страна рискует столкнуться с повторением демографических проблем 90-х годов. И несмотря на имеющийся эффект от введения материнского капитала, демографы предупреждали, что его одного скоро будет недостаточно. И это заставило ученых и чиновников задуматься над введением более эффективных мер для повышения рождаемости. По мнению президента Владимира Путина, уже сегодня нужно создать благоприятные условия, в первую очередь для женщин. Глава государства подчеркнул, что в России начата работа по решению проблем очередей в детские сады, реализуется программа профессиональной переподготовки для женщин с детьми, поддержка гибких форм занятости. Она будет прямо влиять на выбор семьи в пользу второго и третьего ребенка, отметил президент. С этим посылом солидарны ученые. По их мнению, наиболее эффективные меры, способствующие повышению рождаемости, включая сочетание пособий для многодетных, снижение для них налоговых выплат, программ и законодательство по поддержке совмещения родителями, воспитания детей и трудовой занятости. Доступ к услугам детских садов, гибкие графики для работников с семейными обязанностями и, конечно, рост доходов в семье, решивших завести ребенка. Наверное, все-таки надо прислушиваться к нашему, в первую очередь, населению, а не к тому, что видят, например, какие-то органы. Мы все время предполагаем, что это должна быть помощь государственная для таких категорий, чтобы возрастала наша рождаемость. Но, как показывал этот опрос, что основное, что хотели бы видеть наше население, это достойные рабочие места с хорошей зарплатой. Если они будут, то рождаемость будет по ним повышаться. И наш опрос молодых горожан показал, что их ожидания созвучны сказанному. Что нужно для того, чтобы благополучно завести и растить ребенка, на ваш взгляд, сегодня? Квартиру, деньги, работу хорошую и, не знаю, с какой-то помощью от государства, что ли. Для начала нужна хорошая зарплата, наличие жилплощади, стабильный доход. Сегодня очевидно, что для стимулирования рождаемости нужен комплекс мер, причем уже в экстренном режиме, так как, к сожалению, начался процесс снижения абсолютного числа родившихся, который может усилиться, если не принять дополнительные меры. Этот процесс объективный, связанный с демографической ямой 93-го 2006-го года. Вплоть до 2023-го года численность женщин в возрасте 20-29 лет будет сокращаться примерно на полмиллиона человек ежегодно. Фиксируются тенденции увеличения возраста матери при рождении первенца до 25 лет. И вот все эти факторы подталкивают федеральные и региональные органы власти к введению новых демографических мер. О необходимости дополнительных мер по поддержке рождаемости в России заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Очевидно, что, скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано в том числе и с необходимостью обеспечения сохранения нации, заявила она. По ее словам, в правительстве обсуждают идею предоставления материнского капитала уже при рождении первого ребенка. Сейчас семья может получить маткапитал в размере 453 тысяч рублей при рождении второго ребенка и, по последним данным, с 1 января 2020 года возобновится индексация материнского капитала до 470 тысяч рублей. Однако ученые предупреждают, что и зарубежный советский опыт демонстрирует. Попытки материально стимулировать рождаемость вызывают отклик либо у маргинальных групп населения, либо у представителей этнических групп, которые и так образуют многодетные семьи. Для среднего класса это чаще всего не мотивация, а эффект от подобных мер стимуляции рождаемости хоть и есть, но он непродолжительный. Наш опрос показал, что перспектива получить почти полмиллиона рублей за рождение второго ребенка не является решающим стимулом для тверичан. Способен ли данный факт индексации материнского капитала повлиять на ваше решение о заведении второго ребенка? Нет. С учетом роста цен нет. В том, что нет. Но люди же не за денег рожают старых детей. Сам по себе материнский капитал, как материальный стимул к деторождаемости, он не выполняет той основной цели, которая есть перед повышением деторождаемости. Самое главное – это те нормы детности, которые существуют в данном обществе. На примере нашей Российской Федерации очень хорошо видно. В Дагестане или где-нибудь в Чечне 3-4 ребенка – это норма. А если это норма, никакого материнского капитала в принципе не нужно. Кстати, анализируя особенности демографической ситуации в разных государствах, несложно заметить, что страны с развитой экономикой и налаженной социальной сферой, тем не менее, зачастую показывают отрицательную динамику прироста населения. В самом деле, в ряде стран делались очень серьезные попытки улучшить ситуацию с рождаемостью с помощью увеличения государственной помощи при рождении ребенка и принятия других мер господдержки. Но критики этих методов приводят данные, показывающие, что уровень рождаемости не зависит от социальных выплат. Например, в Швеции социальные выплаты намного больше, чем в США, при этом рождаемость там меньше. А при сравнении с развивающимися странами, где социальные выплаты почти отсутствуют, уровень жизни очень низкий, а рождаемость огромна, разница-то еще более заметна. Сокращение рождаемости – это общая тенденция демографического перехода в развитых странах, особенно в странах Западной Европы. Однако стоит помнить о том, что поддерживать численность населения при этом европейцам удается за счет значительно большей продолжительности жизни. Самая же высокая в мире рождаемость сегодня отмечается в развивающихся странах Африки. Например, Нигер – почти 8 детей на одну женщину, Уганда – 7 детей. Ну а повышение жизненного уровня в странах Африки обычно сопровождается снижением рождаемости. В том же Алжире в семье менее двух детей. Увы, но цивилизация имеет и обратную сторону. Повышение уровня жизни, механизация труда, деформация патриархальных устоев – все это обычно ведет к формированию молодетных семей. Сегодня для всех очевидно, что нужны новые меры поддержки, превышающие по эффективности материнский капитал. Но даже сопоставимых соцпрограмм в последние годы не было. О том, какие меры реально работают, в нашем следующем сюжете. Простимулировать рождаемость могло бы, например, решение выдавать беспроцентную ипотеку при рождении третьего ребенка. И еще ряд мер, решающих те проблемы, с которыми в реальной жизни сталкиваются большинство молодых семей. Вот мы смотрим на эти позиции, на что тратят молодые семьи материнский капитал. Это в первую очередь жилье, это в первую очередь кредиты на строительство жилья и так далее. Так вот, если мы здесь уменьшим ставку на процентную, на кредиты, а дальше ведь родители с чем прикидывают, ой, ясли нету. Будет, если достаточно, будут дети. Будет, в больницу пришла молодая мать, ее там встретили и так далее. Если с больницами все нормально, будет и второй, и третий ребенок. Пока же в нашем регионе предусматривается лишь единовременное погашение ипотечного кредита в размере 200 тысяч рублей, что составляет примерно одну десятую от стоимости небольшой квартиры, и потому эта мера поддержки не имеет решающего значения. Воспользоваться выплатой могут лишь молодые семьи, где одному из родителей менее 25 лет. Такие параметры установлены для того, чтобы простимулировать молодые пары и откладывать рождение первенца. На этот вид помощи в региональном бюджете 2019 года заложено 10 миллионов рублей. На сегодняшний день создание условий для роста рождаемости, охраны материнства и детства, укрепление института семьи это приоритетные социальные задачи как Тверской области, так и страны в целом. Мы должны, наверное, говорить открыто, откровенно. К сожалению, по статистике, по смертности, мы сегодня являемся самым сложным субъектом в ЦФО. У нас смертность превысила 16 человек на 100 тысяч населения. на 1000 населения – это не очень хороший показатель. Это показатель, который, если продлить, умножить на годы, посчитать численность населения, то мы понимаем перспективу, через какое время территория опустынится. Но варианта два – либо это миграционный поток, который к нам идёт, и он эту численность населения поддержит, и территория будет востребована в том или ином объёме, либо это всё-таки переход к поддержке семьи, о которой мы сейчас говорим, о том, как мы хотели бы и как мы могли бы это сделать, и о том, как мы всё-таки должны побороться за численность нашего населения благодаря естественному воспроизводству. И эта работа ведётся, а её финансирование в Тверской области исчисляется миллиардами рублей. По данным регионального министерства соцзащиты, ежегодно осуществляется более 50 видов различных денежных выплат и мер соцподдержки для 500 тысяч жителей области. В минувшем году гражданам выплатили 6,7 миллиарда рублей, что на 200 миллионов больше, чем годом ранее. Наиболее важными мерами являются региональный материнский капитал, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей до достижения ими возраста трёх лет выплаты ежемесячных пособий семьям с детьми. С 2012 года выплачивается региональный материнский капитал при рождении третьего ребёнка и последующих детей в размере почти 60 тысяч рублей. С 2013 года в Тверской области введена ежемесячная выплата 25 600 рублей малоимущим семьям при рождении третьего и последующих детей до трёхлетнего возраста. А с 1 января 2018 года в России введена ежемесячная выплата пособия матери при рождении первого ребёнка в размере одного прожиточного минимума и детей до полутора лет. С 2019 года многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получили право долгосрочного выхода на пенсию. И, например, при наличии трёх детей женщина сможет выйти на пенсию уже в 57 лет. Отдельные меры поддержки предусмотрены для категории матерей с низким доходом. С 2019 года малоимущим беременным женщинам будет выплачиваться ежемесячное пособие на обеспечение дополнительным питанием в размере 2000 рублей. В текущем году ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка в нашем регионе получат 2500 семей. С начала года, по данным Минсоцзащиты, общая сумма на эти цели превысила 54 миллиона рублей. Спектр мер соцподдержки у нас обширен. Это и ежемесячная выплата на третьего последующего ребёнка. Это и региональный мат-капитал. В принципе, детские пособия имеют право субсидия многодетным семьям. Также в областном бюджете предусмотрены субсидии на приобретение жилья 21 многодетной семье с невысокими доходами. На это будет выделено 30 миллионов рублей. По инициативе губернатора Игоря Рудени с января текущего года многодетные семьи освобождаются от взимания платы за вывоз твёрдых бытовых отходов. Этой льготой воспользуются 11 345 семей, в которых воспитываются 37 тысяч детей. Из бюджета на это выделяется более 70 миллионов рублей. Ещё одна мера по поддержке многодетных была инициирована президентом. Речь идёт о формуле «больше детей – меньше налог» на имущество физических лиц. По ней налоговая база для таких семей уменьшается на величину, равную катастрофной стоимости, 5 квадратных метров в квартирах и 7 метров в жилых домах. До 2024 года в рамках реализации национального проекта образования в нашем регионе планируется построить 7 новых школ и 13 детских садов. Причём значительная часть уже в ближайшие пару лет. В следующий год у нас тоже намечен введение не менее трёх детских садов для ребятишек в возрасте от 1 до 3 лет. И на 2021 год тоже у нас порядка 5 объектов в плане заложено. Также губернатором Игорем Рудейни решён вопрос о строительстве новой детской больницы в Твери, на что выделяется 1 миллиард рублей в стиральных средств и 900 миллионов региональных. Пересматриваются подходы и к профилактике самых опасных заболеваний. О повышении доступности медпомощи, в том числе до пациентов из небольших населённых пунктов, рассказал глава региона. Сердечно-сосудистые заболевания у нас находятся на первом месте, поэтому активизируем с 1 июля, делаем уже полное распределение по муниципалитетам выездных бригад, которые будут вести и приём граждан, и диспансеризацию, и оказание первой медицинской помощи. И, объективно говоря, эффекты отоперечисленных мер, конечно же, есть. Так, например, по данным Фонда здоровья, в Тверской области смертность от болезни кровообращения в 2018 году снизилась на 17,1%, и теперь наш регион в тройке лидеров по этому показателю. Наибольшее снижение смертности зафиксировали в Чеченской республике 24,2%, а Тверской области 17,1% и Республике Крым 17%. Сегодня много говорят о том, что некоторые виды социальной поддержки стоит позаимствовать из советского прошлого. Об их действенности можно судить по советскому опыту, когда после Великой Отечественной войны, в которой страна понесла колоссальные потери, буквально за десятилетия практически удалось восстановить довоенную численность населения. Уже в ходе войны в 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены награды многодетным матерям – Орден Мать-Героини и Материнская Слава. А вот с холостяков и замужних бездетных женщин, напротив, взимался налог на бездетность. Позднее, благодаря массовому жилищному строительству, начавшемуся во времена Хрущева, многие семьи рабочих и служащих получали бесплатные государственные квартиры, и к 1989 году уже более 80% граждан СССР жили в отдельных квартирах. Многое было сделано и в области медицины, позволившей значительно сократить детскую смертность. Комплекс этих мер на долгие годы обеспечил положительную динамику прироста населения в Советском Союзе. Сложившиеся в российской демографии тренды во многом соответствуют общемировым, но есть и ряд отдельных сугубо отечественных нюансов, которые существенно осложняют наше положение в сравнении с другими странами. К примеру, сейчас по уровню рождаемости мы ничем не отличаемся от большинства развитых стран. Скажем, она у нас ниже, чем во Франции или США, но зато выше, чем в Германии или Канаде. Но если по рождаемости мы идем, как было сказано, более или менее вровень с другими странами, то по продолжительности жизни сильно отстаем. И когда порой говорится, что мы вошли в число стран с самой низкой смертностью, то имеется в виду страны, где продолжительность жизни достигла 70 лет и выше. Но только в этом списке мы оказались на 53-м месте. Может ли это быть предметом гордости для России? Для значительного улучшения демографической обстановки в России руководством страны была разработана концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также был создан национальный проект «Демография». Какие цели в нем обозначены и какова реалистичность его реализации, об этом в следующем сюжете нашей программы. Ученые из Высшей школы экономики сдержанно оценивают перспективы радикального изменения негативных демографических тенденций в нашей стране в обозримой перспективе. Во-первых, у нас очень маленькое население. Кто-то скажет, что 46 миллионов – это немало, и в самом деле ни в одной европейской стране такого нет. Но ни у кого нет и такой территории, как у нас, и такой неравномерности в ее использовании. Население у нас жмется к Москве и Петербургу, охотно едет в Краснодарский край. А восточные пространства все больше пустеют. В настоящее время в Центральном федеральном округе, который занимает меньше 4% в территории страны, живет больше четверти ее населения, из них половина в Москве и Московской области. Мы говорим все время о необходимости увеличить население Дальнего Востока. За счет кого? Для этого нет демографических ресурсов. К примеру, в том же Владивостоке лишь 600 тысяч жителей. А рядом китайский Харбин – 4,5 миллиона жителей. И он даже не входит по численности населения в первую десятку китайских городов. А ведь наша азиатская часть по территории больше всего Китая. Сегодня мы видим усилия руководства страны, которые предпринимаются для того, чтобы стимулировать заселение сибирского региона. Государство выделяет немалые деньги на содействие программ переселения. Это особенности нашей страны. Большая территория, особенно в Сибири, за Уралом, с 12 миллионов человек живет. Поэтому, если мы не хотим, чтобы эти территории обезлютили совсем, значит, придется за это заплатить. Однако ни увеличение финансирования, ни раздача дальневосточных гектаров земли пока, к сожалению, не способны установить непрерывный отток населения с востока страны. И демографы считают, что реально компенсировать этот процесс можно разве за счет направления в те края мигрантов. Но масштабная иммиграция сопряжена со многими социально-культурными и политическими рисками. И нужна очень продуманная и действительно затратная политика, чтобы минимизировать эти риски и адаптировать, если не самих иммигрантов, то их детей и внуков для жизни в России. И по-прежнему главным источником высокого роста численности населения может стать только очень высокая рождаемость. Сейчас по уровню рождаемости мы мало отличаемся, скажем, от Франции или США. И у нас она даже выше, чем в Германии или Канаде. Там тоже пока не могут обеспечить даже простое замещение поколения родителей поколениями детей. Для этого надо, чтобы на 100 женщин приходилось примерно 210 рождений. Но добиться таких показателей в развитых странах пока не удается. Правда, они существенно продвинулись в решении задач по увеличению продолжительности жизни. Что касается России, то наши достижения в области улучшения демографической обстановки нельзя назвать особо успешными. И по мнению ведущих ученых, кардинально изменить ситуацию в ближайший год и даже десятилетие, скорее всего, увы, не получится. По мнению профессора Вишневского, у России в настоящее время нет перспектив роста населения. Мы во многом заложники нашей возрастной пирамиды, искореженной историческими потрясениями последних 100 лет. Одна вся в выбоенных, заявил ученый-демограф. Это и революция, и гражданская война, а потом голод 30-х годов, и, конечно, Великое Отечественное. И тут мы вновь приходим к тому, что без миграции население России расти не может. После распада СССР основными источниками пополнения российского населения были бывшие союзные республики, тем более, что там проживало немало этнических русских, и многие из них изъявили желание вернуться на историческую родину. Но в настоящее время такого количества соотечественников, которое могло бы заметно повлиять на численность населения России, уже нет. Несмотря на такие, что называется малообнадеживающие вводные, складывать руки вовсе не стоит. Скорее наоборот, нужно прилагать максимум усилий для исправления ситуации. Тем более, что вопрос в прямом смысле идет о жизни или смерти. Планируя перспективы развития региона, губернатор Тверской области предлагает исходить из динамики роста московско-питерской агломерации и на длительную перспективу закладывается рост населения Твери до 1 миллиона человек к 2039 году. Для достижения таких показателей необходимо создать ряд условий в социальной, духовной и, конечно же, экономической сферах. Рост численности населения должен базироваться на создании большого числа новых, высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест. Переходя к последовательной политике укрепления института семьи с детьми по всем сферам жизнедеятельности, в том числе в духовной. Ведь значимым фактором, позволяющим повысить рождаемость, является религиозность населения, на что недавно указал митрополит Сава. Семья является, наверное, самым главным здесь объектом нашего внимания, поскольку от того, какова атмосфера в семье, будет зависеть, будут ли рождаться у нас здоровые дети, будут ли они вообще оставаться в нашем регионе. Популяризацией деторождения намерены заниматься и светские власти. Так Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, твердо заявил. «Я все-таки убежден, что нормой в России должна стать семья с тремя детьми», заявил президент России. По словам Владимира Путина, путь к демографическому благополучию предстоит долгий, но начинать его нужно незамедлительно. Альтернативой антропологической катастрофе является культивация интеллектуально и морально полноценной, высокоорганизованной и самоорганизующейся личности, владеющей инициативой, обладающей лидерскими качествами, развитым характером, эмоциональным интеллектом, критическим умом, духовным кругозором, чувством ответственности, творческими способностями, воображением, интуицией, способной плодотворно существовать в сложном мире. Об этом же говорил и президент нашей страны. Он сказал, чтобы Россия была суверенной и сильной, нас должно быть больше. И мы должны быть лучше в нравственности и в компетенциях, в работе и в творчестве, подчеркнул президент. Если нация не способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен. Все и так развалится само по себе. Так что все зависит от нас самих. Проблемы были и будут всегда. И сложное материальное положение – это чаще всего не причина, а оправдание своего нежелания заводить детей. Ведь если вспомнить, в какое время рождалось и росло послевоенное поколение, то нынешние условия могут показаться сказкой. Но, к сожалению, многие совершают выбор в пользу беззаботного существования для себя, а заработанные деньги тратят на модные и дорогие вещи. Тогда как, по словам знаменитого финского политика и президента Урха Кекканина, на четверть века успешно возглавлявшего страну, будущее нации зависит не от числа автомобилей, а от числа детских колясок. Это была программа «Де-факто». А факты, как известно, – вещь упрямая. Делайте выводы и до встречи. Делайте выводы и до встречи.